МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это был не субботний день, это был воскресный день, начались праздники. Это был первый день, когда люди поехали далеко. Представляете, какие были длинные праздники? Да-да-да, уже майские. Только вчера люди вышли на работу, и некоторые отдыхали столько времени. Представляете, какая это была экспедиция у некоторых, выехать и как можно дальше. Если честно, было такое опасение, что когда такие длинные праздники, когда первый день, то люди не думают о посещении такого рода мест. А мы планировали открытия, программы серьезные. У нас гости были, выдающиеся из Владимира Суздальского музея-заповедника, причем сам директор филиала Суздальского. То есть нам, конечно, в грязь лицом никак нельзя было ударить. И волни не было определенное. Но когда я их уже увозила, чуть раньше, в середине праздника, я их должна была отвезти на поезд. И когда мы выходили из музея, и когда, минуточку, директор Суздальского филиала, которые в день могут принять 4,5 тысячи человек одновременно, когда они увидели нашу парковку, он сказал, это, говорит, что? Я говорю, это вот все, кто приехал к вам на праздник, к нам, и увидеть вот, собственно, это открытие. Конечно, для нас было очень лестно и радостно, что они подвели наши гости, что приехали. И открытие состоялось, оно такое очень хорошо, очень по-музейному состоялось. Вот именно были в формате наших мероприятий. Все мы сами делали. И вот это открытие, где был такой замечательный гость. Это театрализованная экскурсия, о которой мы уже говорили, и она у нас еще будет. А каким образом театрализованная постановка может быть в музее, да еще и в таком как бы специфическом, как Костенке? Она называется «Оживший каменный век». Неандертальцы бегают? Ну, тут не совсем так. Это, в принципе, это экскурсия театрализованная. И когда она начинается, люди никак не могут понимать, в чем же, собственно, ее театрализация-то. Начинается она как обычная экскурсия. Но вот потом в одном определенном месте она превращается в театральную постановку. И превращается она в том месте, где в этом году мы модернизировали, совершенно изменили кусок нашей экспозиции, сделали абсолютно его новым. Мы сделали там оживший наш поселок, ну, как оживший, мы его отрисовали. Этот поселок, который у нас там есть, из четырех домов, который мы так рассказывали, а вот тут было то, а вот тут было то, так виртуально, да, рассказывали, люди додумывали. А теперь мы его отрисовали. И люди его теперь видят. И люди его теперь видят. Визуализировали. Да, визуализировали. Люди его теперь видят. Они видят эти дома, они видят людей на дальнем плане. А на переднем плане сидят люди, которые занимаются разными делами. Но самое главное, что потом появляется человек из того времени. И вот тут-то и происходит самое интересное. Но это интрига, поэтому ее нельзя раскрывать. Безусловно. Кстати, по поводу практики. В этом году мы решили, поскольку вы знаете, у нас, в общем, наш музей очень такой лекционный музей. Вот к нам Санислав Владимирович приезжал недавно на Дробышевский, и две лекции прочитал. Сами сотрудники читают лекции, постоянно устраивают лекции других наших коллег-археологов. У нас зимой проходит археологическая школа. И приглашенные специалисты, вот археологи к нам приедут из Санкт-Петербурга. Они тоже будут, скорее всего, читать у нас лекции. Но в этот раз мы задумывали сделать такой акцент, опять-таки, на оживление. Этой истории сделать, с одной стороны, ее классическую, достаточно такую строгую, сухую, потому что людям это тоже надо. Но сделать не просто лекцию, а лекцию-практикум. То есть во втором... Знаете, как в университете? Лекция-практическое занятие. Семинар. Семинар. И у нас будет практическое занятие. Практическое занятие. До колоквий мы пока не дошли. Мы в следующем году придумаем что-нибудь. И сначала люди слушают лекцию. Ну, в данном случае будет Дарья Сергеевна Толстых, наш археолог. Она будет рассказывать нам о том, как используются каменные орудия. То есть она прочитает лекцию, а потом люди будут пользоваться этими каменными орудиями. Как интересно. Да. Это будет практическое занятие. Но мы еще задумались с нашим художником. У нас появился художник. Мы решили сделать практическую часть на улице в летний период, в июле месяце, где мы будем пробовать обжигать краски. То есть делать палеолитические краски по-настоящему. И он будет рисовать на камне вот с помощью тех красок, которые когда-то делали. То есть процесс собственного воспроизводства этого рисования мы будем реконструировать. То есть наскальные рисунки те самые, да? Вы уже анонсировали некоторые мероприятия. Что еще? Чем еще будет наполнен летний сезон? Я все про радиотапы хочу спросить. Да, конечно же. Это будет 8 июня. Это будет грандиозное такое мероприятие. У нас же теперь появилась, помимо нашего музейной территории, находящейся внизу, все знают об этом. Но теперь у нас наверху, когда люди подъезжают к музею, там стоит такой прозрачный у нас мамонт. Чуть-чуть повыше него у нас теперь есть своя еще одна зона. И это фестивальная зона. И в прошлом году мы там уже устраивали вместе с Азвентой Свинтаной фестиваль. Был в конце августа. Теперь вот как раз радиотапок приезжает к нам, вечером дают концерт. Они дают концерт. Ну, это будет вечернее время. Сейчас все эти нюансы еще отрегулируются. Все это еще устаканивается. Но радиотапок к нам приезжает в вечернее время. Весь день музей будет работать в таком совершенно, ну, очень серьезном режиме, со всеми своими яркими программами, которые у нас есть. Вы знаете, конечно, такого рода гости, вот как Звен Свинтана, например, которые у нас уже были, да, я могу судить уже немножко по поводу этих вещей. Они притягивают к нам несколько другую целевую аудиторию. Ну, потому что есть люди, которые, ну, им музей просто неинтересно. Кстати, Дочь музеев, она тоже ради этих целей проводится, чтобы как можно большее количество людей завлечь. Потом, чтобы им стало интересно, они стали приходить в музей постоянно и стали друзьями музея. А что касается вот такого рода публики, эти, мы ли видите, она совершенно разная публика, разная возрастная категория, разные интересы у людей. Там кто-то любит эту музыку, кто-то не любит. Вот эта вот категория, допустим, да, возможно, не так часто ходит в музеи. Но нам важно, чтобы они в конце концов узнали, что да, музей Костенки проводит эту программу, и они зайдут к нам. И это расширение, очень серьезное расширение и аудитории, и географии в том числе. Судя по программе, им захочется остаться 100%. Я надеюсь. Ночь музеев, собственно, готовитесь. Можно ли еще записаться? Можно. У нас программа выложена только лишь вчера. Программа, она выложена у нас в наших соцсетях, на сайте есть. Мы после 19 часов, с 19.00 до 22.00, делаем еще и экскурсии бесплатные. То есть у нас они в таком коротком режиме, все сотрудники становятся в строй. И да, то есть она идет вот таким потоком, да, вот таким потоком где-то по 30 минут. Потому что, хочу вас уверить, желающих попасть на такую экскурсию очень и очень много. Экспресс-экскурсия. У нас одна, один год экскурсия, люди в очередь стояли, ну там просто, ну, наверное, с полкилометра точно. Потому что всем очень хотелось. Но все попали. Все попали, все все посмотрели. Ну что ж, пожелаем вам, чтобы обязательно все желающие прикоснулись к нашему историческому замечательному наследию, который бережно сохраняется и еще и несется в массу. Спасибо вам. Спасибо вам. Напоминаем, об открытии сезона нам рассказывала Ирина Котлерова, главный научный сотрудник музея-заповедника Костенки. Утро на телеканале ТВ Губерния продолжается. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...